Здравствуйте, уважаемые друзья, в эфире телеканала Next и науки Кыргызской республики Канабека Иманалиева. В прошлом он был директором фонда СОРОС Кыргызстан. И лично мы очень рады этому назначению. Шамиль, приветствую вас, рад, что нашли для нас время. Добрый день. Давайте, наверное, немножечко расскажем предысторию вашего назначения, как так случилось, почему вы согласились на это. Ну, знаете, честно говоря, я удивлен этим общественным резонансом, как будто я стал министром образования или что-то такое. Это всего лишь, я даже не знаю, правильно ли говорить, должность. Это просто советник на общественных началах. Это не политическая позиция. Это лишь возможность где-то донести министру, министерству какие-то свои идеи, но, я думаю, не более. Там нет каких-то дополнительных полномочий или возможностей политического плана. То, как я пришел к этому, тоже достаточно случайно, наверное. У меня была недавно встреча с господином министром, и мы обсуждали различные вопросы. В частности, я поднимал вопрос о том, что тот закон, который недавно, закон об образовании, который был недавно разработан гражданским обществом в лице Think Tank, KG Analytics и группа экспертов, они вышли с этой инициативы, там, вот, Союз образовательных учреждений, да, то есть достаточно широкий спектр людей, обладающих экспертизой и в государственных политиках, и непосредственно в самой системе образования, они вышли с инициативой своего уже такого закона об образовании с точки зрения и практиков, и полисимейкеров. И данный закон, я считаю, что он важен, он гиперактуален. Мы очень любим постоянно говорить о том, что о будущем, о неопределенном будущем, о том, что мы должны готовить наших детей к нам будущему, о том, что мы должны то, мы должны это. А потом ты открываешь программу за какой-нибудь девятый класс, и там стоит обязательно к изучению, там, условно, слово о полку Игореве. И у тебя такой резонанс, да, ну, как бы, ребята, мы тут говорим на всех форумах о том, что искусственный интеллект, биотехнологии развиваются, да, о том, как готовить наших детей к будущему, которое очень неопределенное, да, и очень много экспертов на самом деле склоняются к мысли, что оно далеко не радужное, это будущее, да, слишком много вызовов складываются, знаете, в такой идеальный шторм. Это изменение климата, это и, как на английском есть хорошее такое выражение, disruptive technologies, то есть технологии, которые могут очень много чего разрушить. Да, я читаю сейчас некоторых аналитиков по искусственному интеллекту. Некоторые, Ютковский, например, да, автор книги «Гарри Поттер и методы рационального мышления» вообще дает человечеству не больше десяти лет, да, что через три года появится уже искусственный интеллект глобального уровня, который изменит очень много чего, и вполне возможно через десять лет человечество вообще перестанет существовать. Я надеюсь, подобных радикальных не будет вариантов развития событий, но к чему все однозначно согласны, это то, что будущее очень, скажем так, будущее несет в себе очень много вызовов. Вопрос, каким образом мы готовим наших детей, чтобы они были готовы к новой экономике, к новым реальностям, да, обладали навыками, которые бы позволили им жить, творить, развиваться и так далее. И вот, говорим мы одно, имеем мы совершенно другое. Имеем мы старую, закостеневшую программу, и которая, я вот заметил сейчас, я сам больше погружаюсь в систему образования, я вижу, что, как ни парадоксально, но система образования является одной из наиболее консервативных, в то время как она должна быть наиболее динамичной, потому что, извините, 5 декабря вышел чат GPT 3,5, да, 14 марта вышел чат GPT 4, мой сын сегодня в 9 классе, в 8 классе пришел, и тут хвастался, что он написал там какой-то код очень быстро, за 15 секунд на питоне через чат GPT, и это было в рамках школьной работы, да, и учитель просто даже не отследил, что идеально написанный простенький код, это написано искусственным интеллектом, наши дети уже этим пользуются, а наши учителя еще с этим не знакомы. А почему они не знакомы? Потому что они работают, они оперируют не в свободной системе, скажем так. Поэтому я очень надеюсь, рассчитываю, и за что я адвокатирую, и буду адвокатировать вот в этой позиции общественного советника, министра образования, это в том, что нам нужно создавать систему, которая принесет больше академической свободы. Если мы поднимем документы министерства образования, школьные, например, мы увидим, что там на уровне требований в целом, да, таких вот параметров, там все правильно написано, что ребенок должен обладать определенными такими soft skills, он должен читать, понимать текст и так далее, должен иметь стероидологические связи. Но потом, когда мы спускаемся на следующий уровень, который выглядит как, который является уже непосредственно самой программой обучения, вот там мы сталкиваемся и с Грибоедовым, там сталкиваемся и с песнями о Вещем Олеге, и Плачем Ярославной и так далее. И у меня тут вопрос, почему до сих пор мы, например, и я сейчас прошу это не воспринимать как какой-то политический там манифест или вызов, у нас отдельно до сих пор стоит русская литература, почему она не является частью мировой литературы? Мы говорим о том, что мы должны готовить детей к глобальному миру, и при этом они не изучают Оруэлла, они не изучают Брэдбери, например. Как-то это очень странно. То есть здесь у меня такой диссонанс. Мы говорим о необходимости готовить детей к глобальным пространствам, глобализации и быть гражданином мира, и при этом мы их обучаем старой парадигме. Это надо менять. Как это менять? На самом деле сейчас сидеть и расписывать новую единую программу для всех? Нет, в этом нет, мы не способны. Это надо признать. Что мы можем сделать? Это мы можем сейчас сделать возможность для того, чтобы создать систему, в которой мы могли бы дать людям экспериментировать. Мы могли бы дать людям возможность ориентироваться и подбирать решения и методы обучения, когда мы имеем лишь общее понимание, кто есть продукт нашей системы образования. Вот нам его нужно сформулировать и на этом остановиться. И дать дальше свободу людям, школам, в частности, образовательным учреждениям подходить к этому самим. Конечно, будут же определенные рамки. Потому что если давать абсолютную свободу, мы можем скатиться просто к примитивнейшему уровню образования. Нет, нам нужно рассматривать саму систему образования, где мы задаем рамки мне, где мы говорим, что ребенок должен уметь читать, писать, он должен строить логические связи, он должен видеть причинно-следственные связи, он должен понимать какие-то элементы и так далее. И мы это тестируем. Мы не тестируем, допустим... Например, что я хочу сказать. Если мы говорим об истории как предмете, у нас сейчас проблема. Очень много загрузили предметами разными. Вы видите, постоянно у нас там то мы на соведении хотят внедрить, то еще что-то хотят внедрить. Но дети не резиновые. У нас 24 часа в сутки у всех. И у детей и так перезагруженность большая. Что делается сейчас? Сейчас берут просто часы, урезают условно у истории, а объем знаний, которые они должны пройти, он остается. И потом дети вынуждены, и учителя вынуждены вот в это короткое, обрезанное время пытаться запихать как можно больше информации. И все это сводится потом по заучиванию всяких там дат. Дата такая-то, дата такая. Кому это нужно, извините? Детей надо обучать, понимать причинно-следственные связи, видеть исторические паттерны, которые... Они говорят, ребята, вот это происходило 150 лет назад в Японии. Привело это потом в Хиросиме и Нагасаки. И если мы будем продолжать вот эту вот всю риторику и идти тем же самым путем, мы наверняка окажемся примерно там, где оказались они. История повторяется, история учит. Вот это мы должны учить. И вопрос здесь... Проблема в том, что для зрителей, которые не знакомы с системой образования, я не считаю себя тоже, кстати, абсолютно экспертом в системе образования, но я им раскрою некоторую вещь, что... Почему я говорю о том, что вот эта вот программа образовательная, ее нужно пересматривать, ее нужно упрощать, потому что на основе этой программы потом выстраиваются всякие государственные тесты. Если я как управленец школы скажу, так, я хочу сделать по-своему больше свободы, я хочу детей обучать истории в другом формате и так далее, я могу добиться классных результатов в том плане, что у меня дети действительно будут знать историю, они действительно будут понимать... ...национализм, например, да, какие могут быть предпосылки к экономическим крахам, да, и так далее. Они могут это все понимать, я их могу, допустим, обучить, они тест государственный не сдадут, потому что на тесте у них будут спрашивать о роли Грибоедова там в российско-иранских отношениях, да, или год рождения Пушкина, да, и тогда вот здесь получается диссонанс. Если я условный педагог, чему я должен учить? Учить я должен ребенка действительно тому, что будет ему полезно в будущем, да, мыслить в первую очередь, либо я его должен учить тестом, как сдавать эти самые тесты, и тогда я ему буду давать только ту информацию, которая ему потребуется один раз в жизни на этом тесте. Я извиняюсь, что я был достаточно эмоционально и долго говорил, но смысл, я думаю, я вам донес, почему я решил поучаствовать в этом процессе. Прекрасно, и это была отличная вводная часть, которая сразу задала нам маршрут, у меня возникло огромное количество вопросов. Ну, сразу, наверное, нужно уточнить, что, видимо, ваш разговор нашел некую обратную связь у господина министра, потому что, ну, в ином случае вы бы, наверное, не согласились на эту общественную позицию и вряд ли бы стали советником. Правильно ли я понимаю? В целом да, в целом да, потому что это был действительно очень короткий, но содержательный разговор, потому что Кыргызстан в следующем году отмечает столетие своей системы государственного образования, в смысле образования, системы образования национального. И вот как-то мы вокруг этого всего вопроса у нас зашла речь о том, что какие выводы мы должны делать, как эволюционирует сама система образования. Я думаю, что да, в этом плане мне было бы интересно поучаствовать вот в этих процессах, насколько это возможно будет, насколько это будет политическая воля, потому что не все всегда зависит только от министра, да, это зависит от достаточно большого количества факторов, но пытаться надо, потому что иначе просто складывать лапки и умирать. Мы живем, как говорят китайцы, в эпоху перемен, хорошо это или плохо, но действительно вопрос очень сложный и открытый. Тем не менее, в эпоху вызовов и рисков, о которых вы сказали, действительно, наверное, система образования должна быть более гибкой. Но вы сами упомянули о той пропасти, которая сейчас существует между преподавателями, особенно, ну вот, скажем так, старой закалки, да, выпускниками советских педагогических вузов, которые часть своей профессиональной деятельности также провели в Советском Союзе, и потом же, ну, скажем так, перетекли плавно в систему образования независимого Кыргызстана. На ваш взгляд, а получится, ну, скажем так, обучить тех людей, которые потом будут обучать наших детей? И насколько это выполнимая задача? Потому что многие из них уже, ну, скажем так, находятся в зрелом возрасте, в котором, ну, довольно сложно переучиваться, довольно сложно осваивать какие-то прям совсем пиковые современные технологии. Вот как с этим быть? И то, что, ну, как бы родители очень часто спрашивают, если вот те учителя будут признаны, ну, профнепригодными, если хотите, им на смену придет более достойная поросль педагогическая, более компетентные люди, или, ну, скажем так, умея работать с компьютером, вот как было на конкурсе с директорами школ, что побеждали иногда не те, кто компетентен, профессионален, а те, кто, ну, скажем так, лучше всего справился с компьютерной грамотностью. Что вы по этому поводу думаете, Шамин? Я думаю, что любые системные изменения решать таким вот, знаете, путем обрезания, да, все, вот эти некомпетентные мы наберем новых, это совершенно неэффективно, более того, очень опасный путь, потому что здесь это все системные вещи, они взаимосвязаны, вопрос заключается лишь в том, и очень верный вопрос, каким образом мы выстраиваем систему, в которой роль, позиция учителя становится действительно привлекательной, становится привлекательной для самых лучших мозгов, для самых ярких умов, для людей, которые хотят и готовы идти делиться знанием, обучать детей, обучаться самим постоянно. То есть то, что мы имеем всегда, это есть результат системы. Вот когда мы начнем размышлять об этих вещах с позиции, что мы должны менять не результат системы, а саму систему, вот сейчас мы все время размышляем о результате системы, да, мы такие что-то там получаем, не той, мы такие, ой, нам это не нравится, давайте следующую партию дождемся, следующая партия такая же приходит, и мы такие, что такое, давайте еще следующую партию, и опять она приходит, та же самая партия, потому что система-то не меняется. У нас сегодня учитель, это один из самых таких, знаете, забитых людей, эксплуатируемых, причем зачастую в политическом плане, да, людей, которые используют во время выборов, чтобы они там организовывали чего-то как-то, да, и так далее. Я думаю, что если мы говорим об образовании, системе образования, которая будет основой для развития нашего государства, мы должны вернуть и усиливать чувство профессионального и человеческого достоинства у учителей, да, вот этот нужно, фокус сделать его, усиливать через различные механизмы, через достойную зарплату, через социальные какие-то пакеты, через социальный статус, через поддержку, да, через доверие и свободу, да, чтобы учителя могли экспериментировать, чтобы они могли внедрять какие-то инновации у себя, да, и так далее. Вот тогда будет меняться система, и тогда естественным образом оно будет постоянно эволюционировать. Я против того, чтобы вот так вот, да, типа, а все, старые учителя непрофт пригодны, они замечательные, у них шикарный опыт, это разные, конечно, люди есть, да, и мы видим это в новостях, да, отношения детей, ну, и это тоже системные, производственные, да, если учитель там бьет, кричит на ученика, это тоже есть вследствие определенных условий, в которых живет, работает учитель, да, нагрузка, которая идет, да, вот ментальная нагрузка на учителя. Это достаточно сложные элементы, но начинать что-то, менять в системе образования, я считаю, нужно с повышения статуса учителя и с академической свободой. Академическая свобода, которая основана будет на понятиях честности, академической честности, да, и культивировать вот эти все моменты. Шамиль, также было проговорено по поводу неких, ну, скажем так, смысловых, временных и актуальных несоответствиях в школьной программе, в частности, действительно, русская литература вынесена в отдельный предмет, и зачастую во многих школах у нее гораздо больше часов, нежели там у крыгызской литературы. Кроме того, в школьной программе действительно есть такие анахронизмы, на мой взгляд, я тоже не претендую тут на экспертности, на истинности, о которых вы упомянули, там, то же самое слово о полку, Игореве, там, повести временных лет и прочее, прочее, прочее. Сегодня, в добавление к теме, появилась информация, что с Российской Федерацией подписано соглашение о строительстве девяти школ. И вот, объединяя две эти темы в одну, хочется спросить, а действительно, не нуждается ли наша система образования в некой деколонизации, если хотите? И не пора ли пересмотреть некие пункты в самой программе образовательной, чтобы привести их, скажем, в некое соответствие современным реалиям? Знаете, я не могу комментировать эту ситуацию, потому что я не знаю, на каких условиях это. То есть, то, что я видел, это что идет строительство, соглашение о строительстве девяти школ. Построят отлично, нам школы нужны, потому что дети действительно учатся в ужасных условиях по всей стране. Я надеюсь, что эти школы будут построены не в Бишкеке и не вокруг Бишкека. Они будут построены действительно там, где наибольшая потребность, в хороших зданиях для школ, для учеников, для детей. Ваш вопрос скорее идет о содержательной части этих самых школ. А школа есть школа, тем более, если они построят, это будет государственная школа. И она будет обучать согласно государственной программе обучения. То есть, я надеюсь, там не будут какие-то отдельные выделенные такие элементы, что вот у них своя абсолютно программа. Ну, имеют право, в принципе, да. Может быть, они и могут там сделать, если российское посольство захочет создать там российскую школу, да. Ну, как бы, окей, бывают российские школы, бывают там английские школы, да, со своими программами, если они соотносятся с программой государственной, да. Но здесь, в первую очередь, опять-таки, мы возвращаемся к вопросу о том, что есть продукт нашей системы образования, да, как Министерство образования будет отслеживать качество вот этих самых школ, да, образовательных учреждений различных. Потому что есть же различные формы, есть и медресе, например, которые идут с уклоном больше на религиозное образование, да. Но сейчас они обязаны туда включать больше и светское образование, чтобы дети все-таки получали те знания, которые востребованы будут им для самореализации в жизни. Поэтому я бы не хотел, чтобы... Я думаю, здесь надо быть очень осторожными, да, в плане того, что вот мы огульно сразу все, а, российское все по определению плохо, а, американское по определению плохо там или хорошо. Я думаю, что есть люди, есть структуры, которые готовы инвестировать в Кыргызстан, развивать это отлично, но так же, как и с любой другой помощью, это рассматривается через призму национальных интересов и должно рассматриваться через призму национальных интересов. И я думаю, что строительство школ – это в национальных интересах Кыргызстана. То, чем будут наполняться эти школы – это другой вопрос, который тоже должен быть рассмотрен через призму национальных интересов Кыргызстана. Ну а если говорить о программе, уже, скажем так, сепарируемся от политики, говорим исключительно про образование. Насколько вообще реально сейчас пересмотреть некие пункты той самой обязательной программы, чтобы, может быть, какие-то действительно устаревшие, очевидно устаревшие вещи из нее исключить и поменять их на гораздо более полезные в современном мире вещи, такие как, не знаю, кодинг, программирование, какие-то IT, может быть, курсы робототехника, биотехнологии. Ну то, о чем, собственно, вы и говорили. То, что сейчас на острие, на острие вообще информационного образовательного развития человечества. Максим, я сразу реманку сделаю. Я не считаю, что чисто технологии… Системи образования, они должны быть, потому что мы технологическая, техногенная цивилизация, мы как человечество, да, никуда от этого не денешься, но мы остаемся людьми. И поэтому все-таки вот эти вот так называемые soft skills, да, эмпатия, история, логика и так далее, они тоже никуда не деваются, они важны. Насколько это все можно менять, адаптировать и так далее, это вопрос уже для общественного дискурса среди экспертов. У нас есть Кыргызская академия образования, которая непосредственно занимается разработкой вот этих вот учебных там программ и так далее, да. И вопрос в том, как выстраиваться диалог с ними, с людьми, которые непосредственно это все пишут, утверждают, да, потому что имеют полномочия для этого и так далее. Это сложный будет процесс, потому что вы считаете, что нужно изучать робототехнику, робототехнику, другой человек считает, что нужно изучать в большей степени там моносоведение, например, да. У каждого будут свои аргументы, да. Мы не можем сказать, нет, давайте моносоведение не будем изучать, будем только робототехнику или робототехнику не будем. Здесь должен быть баланс. Баланс будет отталкиваться от того, опять-таки возвращаясь, от кого мы хотим видеть на выходе. Университеты жалуются, что абитуриенты последние годы очень слабые, да. Работодатели жалуются, что студенты выпускаются очень слабые. Ну вот, и мы откатываемся туда и должны понимать, что на самом деле мы должны еще все начинать с детского сада. А у нас, к сожалению, даже детский сад не охватывает большинство детей в этой стране, да. То есть это должен быть комплексный подход, где мы говорим о том, что вот, с детского сада мы готовим детей к определенному продукту, скажем так, да. К определенному набору знаний, компетенций, пониманий, да, и так далее. Вот, а мы все время как-то берем сперва университеты отдельно, это отдельно, это отдельно. Они должны быть в взаимосвязи. Ну, здесь это, по-моему, всем и так очевидно. Неочевидный вопрос – это как это выстроить? Нет, потому что когда ты спускаешься на практический уровень, здесь начинается и политика, и некомпетентность государственных чиновников, и просто где-то противоречивые взгляды на те или иные вопросы. И это тоже нормально, и мы как общество должны эти моменты обсуждать, да, и определять, кто есть продукт образования Кыргызской республики. Очень много, ну, и при прежнем министре говорилось, да и вообще эта тема постоянно муссируется, когда речь идет об образовании, о, скажем так, лучшей системе. Кто-то называет финскую систему, кто-то называет эстонской системой. Вы сами сторонник того, чтобы применять, ну, скажем так, успешные практики зарубежных стран на нашей родной почве. И насколько это, на ваш взгляд, может оказаться успешным и эффективным? Потому что, ну, я, пожалуй, не подберу, все-таки нельзя, ну, скажем так, брать и огульно переносить на нашу почву, пусть даже самые успешные практики, потому что они могут не сработать. Что вы по этому поводу думаете? Я, знаете, я сейчас, у меня как-то чуть больше времени стало, я стал писать и размышлять о разных процессах. И вот, учитывая свой 15-летний опыт в развитии, я смотрю на то, что работало, не работало вот именно в развитии. Знаете, мне вспомнился пример Вашингтонского консенсуса. Это был набор экономических политик, рекомендации от Всемирного банка, если я не ошибаюсь, да, для развивающихся стран в 90-е годы, который подошел по принципу, один размер подходит всем, да. Они спустили вот эти вот рекомендации, которые потом привели, которые не учитывали тот самый культурные особенности, менталитет на самом деле, да, и так далее. Они исходили из чистого капиталистического рационализма. А потом, когда они это стали внедрять по всему миру, произошел огромный большой коллапс, потому что одной из рекомендаций там было, это вот как раз-таки повальная приватизация и так далее, да, которая, как мы знаем, к чему она привела, да, на постсоветском пространстве. И вот здесь, да, я к тому, что смотреть, кто и как что сделал, это гиперважно. Просто не надо пытаться скопировать, да, нельзя пытаться скопировать тот или иной элемент. У нас внутри нашей страны происходят замечательные процессы, есть замечательные люди, которые создают продукты в образовании, да, и их надо вовлекать. И вот здесь государству пора, давно пора осознать, что гражданское общество Кыргызстана имеет огромный интеллектуальный потенциал, и его нужно использовать. Это просто глупо, не использовать вот этот внутренний интеллектуальный потенциал, которым мы как общество обладаем на самом деле. Просто это, знаете, это очень сложно выстроить вот это вот взаимодействие власти и общества, да, особенно учитывая всю бюрократическую структуру и ограниченность государственных систем. И поэтому я думаю, что да, это важно изучать, да, надо смотреть, но это все надо пропускать через себя, переваривать, адаптировать, и потом у нас появится что-то свое. Это так же, как вы, если поедете, я не знаю, в Африку купите там шикарные какие-нибудь растения, привезете сюда, посадите, они здесь загнутся, у вас первую же зиму, да. Почему мы это понимаем с растениями, но мы не понимаем с более сложными системами, да, типа образования, экономики и так далее. Ты должен где-то что-то адаптировать, найти и брать что-то из буквально схожей среды к себе, да, условно там, ты можешь взять дерево с Кавказа и попытаться его адаптировать к Кыргызстану, потому что оно горное, но все равно различия есть. Тоже самый подход должен быть, наверное, и здесь. Надо смотреть, надо быть открытым к миру и брать лучшее у мира, но при этом не надо надеяться на вот этот легкий подход, где мы просто копипейст сделали, скопировали, вставили и все заработает. Нет, так не работает. Шамиль, спасибо вам огромное, правда, очень содержательный разговор получился, и хочется верить, что действительно не только Министерство образования пойдет по этому пути, когда привлекаются действительно компетентные профессионалы, люди с видением, люди с глобальным мышлением. Мы очень рады вашему этому, ну, не знаю, назначению, там, должности, общественной позиции, и действительно верим, что получится эту важную отрасль нашей жизни, это будущее наших детей исправить. Напоминаю, что в гостях у нас был общественный советник министра образования и науки Конбека Инаналейва Шамиль Бурагимов. Шамиль, вам всего доброго, увидимся в следующих эфиров, ну и вам, друзья, берегите себя, будьте здоровы, увидимся. Спасибо. Суданин.